Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня уже 15 января 2023 года, то есть прошла середина месяца. Вот так незаметно мы подойдем с вами к естественному, природному Новому году, который будет в марте месяце на весеннее солнцестояние. А сегодня мы продолжим большую тему марты «Окно в новый мир. По делам их узнаешь». Отец-Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы с вами начинаем новую тему, которая тесно связана с предыдущей, поскольку речь в ней пойдет о трансформации сознания людей в сторону их сближения с галактической семьей. И хотя мы уже много говорили о необходимости изменения сознания людей, на этот раз мы немного сместим акценты и сделаем упор на способности людей взаимодействовать не только друг с другом, но и с существами, значительно от них отличающимися. На самом деле на Земле уже живет немало таких существ, воплощенных в человеческих телах, но большинство из них относится к низковибрационным цивилизациям. И сегодня я хочу более подробно рассказать вам о том, как вы можете их распознать. Конечно, в первую очередь по вибрациям. Вы уже знаете, что предел вибраций для представителей низковибрационных цивилизаций – это третья и гораздо реже четвертая чакры. Исключение составляют некоторые орионцы, которые в силу своего высокоразвитого интеллекта могут вибрировать на пятой чакре, но шестая и седьмая чакры им все же недоступны. Также существ низких вибраций можно определить и по внешнему виду. Как правило, их тела негармоничны, поскольку в них отсутствует божественная составляющая, присущая человеку. Особенно этим отличаются представители цивилизации Альфа Центавра. Они, как правило, или неестественно, до болезненности, худые и довольно высокие, или, наоборот, слишком низкие и очень полные. В отличие от гармоничных и красивых тел представителей высокоразвитых цивилизаций, их тела тоже сверх нормы, но со знаком минус. Но даже если тела низковибрационных существ не выглядят слишком противоестественно, красивыми и пропорциональными их не назовешь, поскольку для них физическая оболочка человека неродная и им трудно к ней приспособиться. Но, пожалуй, больше всего их выдают глаза. Они никогда не бывают живыми, добрыми, умными, задорными, веселыми, ироничными, словом, обаятельными, как у чистых человеческих душ. И объясняется это тем, что глаза – это действительно зеркало души, ее отражение в чистом виде. Вы наверняка замечали, что некоторые люди умеют даже улыбаться только глазами, что совершенно недоступно представителям низковибрационных цивилизаций, которые выражают свои чувства исключительно мимикой. И, конечно, определить их можно по их поступкам, которые почти никогда не бывают бесхитростными и бескорыстными, что так свойственно чистым человеческим душам. Но поскольку на Земле проживает немало существ с двумя душами, то их внешний вид и характер может варьироваться до бесконечности. Поэтому я советую вам стараться определять людей из вашего окружения по вибрациям, интуитивно считывая их энергетику, а также по своим ощущениям. Приятно вам с ними общаться или нет. Вызывают они у вас доверие или отторжение. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта. Вы прослушали тему «По делам их узнаешь». Маленькое дополнение. Дорогие друзья, как вы уже все знаете, что первое ощущение, которое у вас появляется по непонятным причинам, оно, как правило, и есть истинное. Будьте наблюдательны, будьте уважительны к своей божественной природе, и вам откроется большее. И как следствие, вы будете жить более гармоничной жизнью, не увлекаясь негативными играми.